Девушки отдыхают Я нахожусь на дипломном отпуске, пишу диплом в юриспруденции. Привет, как-то мечтала о юриспруденции. Могу разбить как раз вот эти представления, потому что зарабатывают много денег и вообще очень крутые. Значит, пишу диплом, ужасно скучно, все как-то неинтересно. И в общем-то в какой-то момент я понимаю, что мне надоело. Я очень устала от одного и того же, что в моей жизни происходит. И очень хочется каких-то ярких событий, очень хочется феерии какой-то в жизни. И вообще очень хочется нового этапа в жизни. И вот я, в общем-то, когда отправила запрос во Вселенную, и не проходит и какого-то небольшого промежутка времени, она мне отвлекается тем, что я опять-таки на своем любимом диване, с чашкой чая, смотрю телевизор. И там идет передача «Москва инструкция по применению». Может быть, кто-то слышал про такую передачу. Вот. И она у меня фоном идет. И вижу какого-то взрослого мужчину, достаточно крепкого телосложения, где-то метра два ростом. Но мое удивление, он в танцевальной одежде. А где-то на заднем плане танцуют люди, явно непрофессионально, но настолько эмоционально, настолько вот им в кайф то, что они делают. Я включила звук попыше и услышала, что в Москве, оказывается, есть такое направление, как грязные танцы. Ого! Это мой Патрик Свеси, грязные танцы, ла-ла-ла. Стала внимательно прислушиваться, а оказалось, что это направление называется «Аст». Может быть, кто-то знаком? О-о-о, коллеги! Прекрасно! Ну и, соответственно, я такая, недолго думая, подрываюсь, бегу к интернету. Благо, он уже есть, существует, и в нем можно найти очень много полезной информации. Я ищу ближайший старт начинающей группы. Я это делаю, я нахожу, я отправляюсь обратно на свой любимый диван. Но только я уже в таком состоянии, когда уже все, в моей жизни что-то начинает происходить, что-то начинает меняться. И вот я уже такая представляю, как я прихожу на занятия, и вот я уже делаю свои первые шаги в своих мыслях. И вот мне уже кажется, что я такая богиня танца. Собственно, настает тот день, когда начинается занятие, и я иду. И в моей голове, не поверите, абсолютно нет мысли о том, что, Неля, очнились, тебе 23 года. Ты юрист. Тебе надо заниматься карьерой, строить отношения, рожать детей и вообще заниматься делом. То есть я такая счастливая, свободная, и лечу на это занятие. Наверняка из вас кто-то с таким сталкивался, когда человек вот чем-то горит, он настолько воодушевлен и прям вот готов в это дело погрузиться полностью. И когда рассказывают об этом кому-то из близких, ему говорят, слушай, классная идея, ну, не снимай себе рукой, займись делом. Иди послупал. Вот, слава богу, в тот момент у меня этого не было, и я только получше добралась до зала, и вот я уже заняла, вот я уже делаю свои первые шаги. Раз, два, три, четыре. И у меня вроде как получается. Я уже сама не понимаю, как я вместо двух раз в неделю, как обычно, да, я занимаюсь пять раз в неделю. У меня уже, я готовлюсь к соревнованиям, они скоро будут. И у меня появляется постоянно партнер, с которым мы тренируемся, и в моей тренировке уже не, если не семь раз в неделю, то шесть раз точно. То есть я полностью попросилась в этот процесс. Шьем костюмы, все, все прекрасно, все как у взрослых, или как у детей, которые занимаются спортом. И вот мне уже 27 лет. Я обладатель Кубка мира. Я многократный призер различных турниров. Спасибо. И все это время моя жизнь, мои будни, они разделились на две части. Первая часть с 9 до 6, офис. И вторая часть это с 7 до 23. В первой части я существую. Договоры, суды, бумажки, звонки. И вторая часть это когда я живу. Я танцую, я наслаждаюсь, и это у меня каждый день. Я счастлива. Вот именно в этой части. И, собственно говоря, удивительным образом получилось так, что я очень быстро начала преподавать танцы. Я настолько их полюбила, я настолько их пропустила через себя. И нам предложили с партнерами вести занятия. Мы такие, ну да, конечно, почему бы нам не поделиться с людьми частичкой вот этой радости. И мы начали делиться. С тех пор у меня было есть, я уверена, что будет еще огромное количество учеников. Сейчас их уже сотни. Я смотрю на них, когда они ко мне приходят такие, если боятся сделать свои первые шаги, они переживают, что у них что-то не получится. И когда я провожу занятия, мы вместе с партнером идем, и мы говорим, что ребята, вы классные, у вас все получается. И смотрите, вот вы пришли, вы даже шаг сделать не могли, а сейчас вы уже танцуете, там несколько сменок, вы уже в паре, вы уже познакомились, у вас уже столько всего произошло за эти полтора часа. И они такие, да. И уходят такие довольные, счастливые, и возвращаются снова и снова. Безусловно, на этом я не остановилась, и я понимаю, что я всю жизнь танцевать не могу, потому что, ну, просто физически не смогу танцевать, да, всю жизнь. Я не Мария Плесецкая, к сожалению, может быть. Вот. И я стала думать, а куда дальше. И дальше меня судьба привела к тому, что я решила, что мне нужно дело, которое будет совмещаться и с танцами, и с общениями с людьми, и вообще с личным взрослым. И меня это привело в коучинг, в коучинг и психологию. Я отучилась, стала профессиональным коучингом, стала заниматься тем, что помогаю людям найти себя, самореализоваться. Ну, и плюс, безусловно, это откликается и в моей работе преподавателя по танцам. Безусловно, я это все там использую, и это дает очень хороший результат. И, наверное, люди быстрее развиваются, нежели, если бы я просто им давала элементы, да, движения. И сегодня мне 34 года. С октября 2015 года я не работаю в офисе. Я больше не юрист. Слава Богу. Ура! Я занимаюсь тем, что мне очень нравится. Я общаюсь с людьми, я помогаю людям становиться более счастливыми, я помогаю сделать их жизнь ярче, интереснее, насыщеннее. И я больше не хочу работать на кого-то, кому это не нужно, по сути, кто это не целено даже больше, да. А предпочитаю работать с людьми, которые в конце каждого занятия подойдут кому и скажут спасибо. 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 Спасибо.